добрый вечер друзья у нас ужин да мамочка ждешь пока эти троглодиты наедятся со всех углов сарая слышится довольное чавканье все едят все довольны все счастливы и мне осталось только подоить и загнать гусей вот такой вот у меня сегодня глобальный план а здесь у нас другой глобальный план у нас новые летуны вот он с маленьким хвостиком это новая ласточка или ласт остальные наверное дрейфят ребятки вас должно быть трое а вот они двое сидят вот он хвост а вот он нос и где-то еще третий дрейфит наверное да мамаша папаша где 3 требую всех летунов на выгул они периодически тут тиранят маруську которая постоянно со мной на управе все заорал заорал это ласт наверное где-то маруся рядом а вот ты где но ты все время где-то рядом а здесь у нас полным ходом идет вечерний моцион наши гусята средние подросли но все также держится особняком в четыре головы от родительского стада собственно родительское стадо их не очень-то жалуют а особенно их не жалуют одна гусыня вот она по-моему идет величавой походкой нет не это а которая перед ней шла она их гоняет причем они с таким визгом от нее убегают что просто не передать они готовы уже вот они вот отсюда уходят в сарай и они уже на изготове нет ребятки вам еще пару часов погуляйте чё сара это сидеть там душно вот так вот ну а здесь что называется зацени масштаб трагедии вот здесь вот прошел мой 13 головый полк и поел поел лучку называется что не съел топон откусывал щавель мой но тут уже более-менее отрастает горох до сих пор в шоке не знаю как дальше он будет вот она моя несчастная свекла вот так вот она выглядит кормовая свекла съедена под корень там вообще даже вот этих вот части листиков не осталось будем надеяться что чего-нибудь из нее вырастет несомненная гордость моего огорода это пожалуй тыква единственное что выросла но это это благодаря моим козам и моей грядки вот там у меня уже вторая такая же грядка на следующий год там будут кабачки потому что в земле кабачки растут очень и очень плохо вообще никудышно я бы сказала у меня есть какая-то гадость вот а это тыковки причем даже мускатные тыквы которые я посадила вот они вот они малявочки тоже прижились и растут вот сколько тут этих цветов говорят их вкусно фаршировать но я не пробовала а вот здесь обитает мой дружок я периодически захожу в теплицу а за мной залетают оводы и вот этот вот друг он как раз на страже стоит чтобы за мной эти громадные мухи прилетели а он их тут съел в общем молодец парень пристроился и мне хорошо у меня в теплице никаких оводов никаких треугольных этих мух с зелеными глазами уже теперь нету и так что мы имеем здесь у меня уже низкорослики мои вот такую зависть дали еще пока я помидоры не собираю но их в перспективе будет вполне достаточно с этой стороны у меня также есть помидоры и перцы вот такие перчики и с этой стороны ой это просто не знаю даже не слезы это слезы радости конечно что их столько много но я не умею привязывать помидоры посмотрите как они у меня конечно это первые помидоры в моей жизни поэтому сильно не ругайтесь вот как могла я их так и привязала но для опытных садоводов и огородников это конечно из серии теплица с юмором вот как это называется тоже я еще пока не собираю но у меня уже вот такой вот урожайчик намечается вот так ну и баклажанчики стараются не отставать от помидор и перчиков и уже активненько цветут отцветают и я надеюсь тоже порадуют нас полезными овощами ну еще один уголок юмора я назвала эту грядку обморок анжелики она мне дает советы по садоводству ну вот тоже здесь все цветет все растет правда я еще огурцов не снимала вот но тоже большие надежды возлагаю на эту грядочку здесь конечно все в кучу насадила в следующем году я подойду к этому более рационально правда 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 ну и наши подросшие карапузы в принципе вроде им хорошо здесь на переднем дворе но есть одно но видите как теперь удобрен наш передний двор эх но зато сколько радости от освоения новых земель а вот и наш первый бройлер красоту прямо вот отсюда из-под моего чулка можно сказать привет ну что обсыхай брудер там еще не подготовили опять на день раньше вот так 15 минут и очень быстро импровизированный брудер готов нам продали ванну с трещиной и мы ее очень удачно не успели выбросить ну а теперь уже и не будем выбрасывать если сейчас у нас прокатит вырастить в ней малышей бройлеров под лампой у нас температура 38 5 я думаю что уже будем заселять малышей но как они будут расти расскажу уже в следующих видео пока пока